Здравствуйте, товарищи зрители! Чем же опасен дефицит желчи? Каковы признаки дефицита и застоя желчи? Камни и ошибки. Желчь вырабатывается в печени. Ее часть поступает в хранилище желчи, то есть в желчный пузырь. Когда мы едим, особенно если в пище есть жиры, он сжимается и желчь в нужных количествах поступает через общий желчный проток в 12-перстную кишку, то есть первый отдел тонкого кишечника, куда пища поступает из желудка. А желчь расщепляет жиры, помогает усваиваться жирорастворимым нутриентам. Это и жирорастворимые витамины А, Е, Д, К. И это омега-3 полиненасыщенные жирные кислоты. Но желчь еще убивает патогенные бактерии в тонком кишечнике. И тем самым предотвращает или справляется с СИБРом, то есть синдромом избыточного бактериального роста. А СИБР всегда вызывает дефицит нутриентов, поскольку бактерии, очень многие жизненно важные компоненты, берут из организма себе на пропитание. Прямо перед толстой кишкой, в тонком еще кишечнике, до 95% всей желчи всасывается в кровь и поступает обратно в печень. Желчь до 6-10 раз в сутки циркулирует вот по такому кругу. Так организм экономит это очень важное вещество. Этот круг очень прост, несколько секунд и вы поймете. От печени и желчного пузыря по общему желчному протоку желчь поступает в 12-перстную кишку. И далее по тонкому кишечнику идет до границы с толстой кишкой. Там желчь всасывается в кровь и через нее поступает в печень. Так печень экономит свои резервы, ресурсы, питательные вещества. Если желчь слишком густая, образуется осадок и камни. Камни в печени и желчном пузыре это, как правило, концентрированный холестерин. Ну, конечно, и минералы, в первую очередь кальций. А камни могут вызвать закупорку желчного протока. Итак, желчь расщепляет жиры. Она помогает усваивать и перераспределять жиры в организме. Желчь помогает расщеплять холестерин. В том числе, и самое главное, плохой. Желчь помогает иммунной системе. У нее много и других функций и задач. Теперь о симптомах дефицита желчи, которого быть, конечно же, не должно. Да, все ссылки на важнейшее видео и компоненты оздоровления я оставлю вам под этим видео. Все, что может вам понадобиться. После просмотра данного видео зайдите и посмотрите. Самый главный яркий признак дефицита желчи в организме – это светлый стул. А должен он быть коричневый. Второй яркий признак – это не тонущий стул, а всплывающий наверх. Почему? Потому что жиры не переварены, а жиры легче воды. И потому всплывают. Это плохие признаки. А еще один из признаков дефицита желчи – это боль в спине между лопаткой и позвоночником. Еще одним признаком может быть зуд кожи, причем в разных местах. В первую очередь в зоне спины. Нехватка желчи часто приводит к запорам, а переизбыток желчи – напротив, к поносу. Сибор – одна из причин дефицита желчи, как я уже пояснял. Атеросклероз возникает в том числе при дефиците желчи, как я надеюсь, вы уже поняли. При закупорке общего желчного протока камнем желч образуется, но выйти не может. Возникает избыточное давление, происходит защемление нерва. В печени происходит переполнение желчью. Увеличение объема и давления сдавливает определенные нервы. Но сама печень не болит, как я много раз объяснял в своих видео о печени. Зато боль может быть справа в боку, а также справа в плече и шее. Ну а если камень станет ниже места впадения в общий желчный проток панкреатического протока, ну идущего от поджелудочной железы, то тогда проблемы могут быть очень серьезными, вплоть до панкреатита, в том числе острого и некроза поджелудочной железы. При дефиците желчи возможны дефициты усвоения таких витаминов, как К1, К2, А, Е, Д3 и, конечно, омега-3 жирных кислот. Кстати, дефицит желчи может вызвать даже проблемы с щитовидной железой, например, гипотериоз. Потому что без желчи гормон Т4 не преобразуется в гормон Т3. Хоть вы Т4 принимаете искусственно. Такое бывает, кстати, и именно по причине дефицита образования и выделения желчи. При дефиците желчи печень в полной должной мере не может выводить токсичные вещества, то есть самоочищаться. Это еще одно из свойств желчи. Ну, конечно, надо пояснить, когда, в каких ситуациях может быть избыток желчи. В первую очередь, когда удален желчный пузырь, потому что печень постоянно выделяет желчь. И она по общему желчному протоку постоянно стекает в 12-перстную кишку. Дело в том, что если нет желчного пузыря, то как бы удален центр управления выделения желчи. Тогда возникает диарея, водянистый стул, частые позывы в туалет и даже неконтролируемая дефекация. В таких случаях врачи назначают препараты по замедлению выработки желчи печенью. А еще характерные признаки – это темно-желтая моча. Ну, конечно, кроме тех случаев, когда человек мало пьет воды или других жидкостей. А также, безусловно, желтуха – вполне очевидный признак. Кстати, тоже часто развиваются из-за камней, которые забивают общий желчный проток. И не дают выхода желчи в кишечник. Ну, и, конечно, рвота – тоже характерный признак. Какие ошибки? Они очень простые и немногочисленные. Низкожировая диета приводит к застою желчи и образованию камней. Потому что жир – это провоцирующий фактор, вещество для выделения желчи. А значит, против застой желчи. Разумеется, жиры могут быть как животного, так и растительного происхождения. И на те и на другие происходит реакция печени с выделением желчи и желчного пузыря. С выбросом большего количества желчи за единицу времени. Когда жиров с пищей поступило в организм много. Разумеется, большая ошибка – это малоподвижный образ жизни. К застою может это приводить? Может. К увеличению сахара и инсулина? Может. Может. А это, в свою очередь, влияет и на желчь. А вот паразиты некоторые могут вызывать проблемы. Огромные проблемы и с печенью. Те же аписторхи. И с желчным, и с панкреатическим протоками и железами. Ну, те же анкилостомы. Посмотрите мое основополагающее видео от 2014 года. Ему 10 лет. Про паразиты. Долгое, длинное, четырехчасовое. Но это жизненно важно знать каждому человеку. Ссылку я оставлю, как и на антипаразитарный набор. И ведь эту программу нужно проходить два раза в год всем людям. Потому что паразиты поступают в организм разными путями. Они есть у всех. Вопрос в количестве, местах дислокации и, так сказать, в видах, которые могут одновременно быть в организме человека. Травами. Никакими комплексами трав полностью паразитов из организма не убрать. Только которые находятся в кишечнике. В момент проведения программ с травами. А на паразитах, которые находятся в тканях, в органах, никак травы не действуют. Тем более на личинок, тем более на цисты и финны паразитов. Это надо знать, а не верить. А паразиты причиняют человеку огромное количество бед и страданий. Многие люди даже не понимают каких, от чего и почему у них это есть. Итак, оставлю вам ссылки на несколько видео по паразитам, чтобы вы до конца попытались осознать эту большую проблему, которую можно легко решить комплексным методом. Еще одна большая ошибка. Это такой вид питания, при котором вы испытываете дефицит в омега-3 полиненасыщенных жирных кислотах. Ну, как говорил профессор Исаев, это до 95% населения. По той или иной причине, что в пище нет вот этих незаменимых омега-3 полиненасыщенных жирных кислот. Но только не АЛК, которых полно в растительной пище, в том же льняном масле, а ЭПК и ДГК. Как быть? Обязательно посмотрите лекции с профессором Исаевым. Ссылки на эти все лекции, на целый плейлист. Их там штук 10. Но это очень важно. Посмотрите их. А также оставлю ссылку на препараты профессора Исаева. Вот в частности, я рекомендую хотя бы латтл с селеном принимать, ну, всем людям. Потому что сразу вы решите несколько очень важных проблем. Конечно, ешьте чеснок. Особенно если в пище есть жиры. Это сильное желчегонное средство. Оно провоцирует выработку желчи, чтобы не было застоя. Пейте больше воды. Ведь когда воды мало, любые среды, поймите, и желчь в том числе, это же группа веществ, солей, растворенных где, в чем? В воде. Все среды у нас это водные среды. Дефицит воды это загустение сред, в том числе желчи. Какая вода должна быть в идеале? Ну, помимо того, что чистая, без химии всякой, она должна обладать определенными физико-химическими свойствами. Речь идет и про ОВП. И про наличие избыточного количества молекулярного водорода в воде. Условно избыточного. Это мощный антиоксидант. И, конечно, других свойств. И в этой связи у меня есть несколько важных видео. Первое, в котором я рассказываю о свойствах воды. И второе, ну, хотя бы, вот последнее на данную тему, о приборе, который создает идеальную для клетки, для тканей наших, водородную воду. Эти две ссылки на два видео я тоже вам под этим видео оставлю. Посмотрите их сейчас непременно. Оказывается, концентрация соляной кислоты в желудке тоже связана с выделением желчи. Она должна быть в идеале 1-2 pH. Но у большинства людей не так. Поэтому я советую, во многих видео говорил, принимать перед каждым приемом пищи за 5-7 минут до еды по 1-2 столовых ложки натурального яблочного уксуса на 1 треть стакана теплой воды. Тогда улучшатся дезинфицирующие свойства желудка, то есть защита от попадания в организм через ЖКТ инфекции. И улучшится переваривание пищи, расщепление компонентов, то есть продуцирование и поступление желчи. Ну и в завершении пару слов о камнях, камнеобразовании. Камни образуются часто у диабетиков. У кого высокий уровень кортизола, старайтесь не нервничать. Кто применяет противозачаточные таблетки? У кого повышенное количество эстрогена? Кто проходит эстрогеновую терапию? По сути, гормонозаместительную терапию, так это называется. Женщины после менопаузы часто проходят такую терапию для улучшения качества жизни. Но имейте в виду этот фактор. Поэтому учтите, вода, омега-3 жирные кислоты и всё, что я говорил. Ну и, конечно, люди, у кого повышен сахар и инсулин в крови. У меня было много видео на канале о желчном пузыре печени и даже поджелудочной железе. Ссылки на целый плейлист по печени, проблемам с печенью и лечению печени я оставлю вам тоже под этим видео. Казалось бы, много ссылок, но, дорогие друзья, много очень важных тем. И знать это нужно, поэтому многие люди правильно пишут, что мои лекции надо конспектировать. И это не так сложно. Вы не потеряете время на этом, а приобретёте его, потому что вы приобретёте здоровье. А значит, более качественную жизнь, больше энергии, ну и длиннее будет ваша жизнь. Ведь это простая логика. Делайте выводы и решайте, конечно, сами. Ну и в завершение я попрошу вас поставить пальчик вверх, подписаться, кто ещё не подписан на мой канал, нажать колокольчик и выбрать получение уведомлений о выходе всех видео, отправить ссылочку на это видео всем друзьям, знакомым, близким, поделитесь. И оставьте комментарий под этим видео. Это поможет продвижению моих видео. И это будет минимальной хотя бы благодарностью от вас мне за мои труды, за мои видео. Всего вам хорошего, до новых встреч.